22 июня 2020 года Оккупанты захватили нашу страну Оккупанты правят в Москве В Москве и по всей России правят незакон Правят какие-то указы Народ, конечно, сидит дома И жует, что у кого есть в холодильнике Но некоторым очень хочется в этот день Помянуть павших в войне 22 июня Конечно, уловочка такая Вроде бы 22 июня день святой И как же властям не дать в этот день Какое-нибудь шествие или митинг Посвященный памятной дате Собрались, конечно, не для этого Объявили, в общем-то, глупейшую тему Против фашизации Какая фашизация? Фашизм весь остался в фашистской талии Вполне себе уважаемый режим Который был по своим установкам Национально-консервативным Ориентированным на национальные интересы На защиту интересов Как простого народа Так и в целом нации Политического единства Какая фашизация? Фашисты-фашисты кричат Кому? Ну, в общем-то, полицаем Которым наплевать на всякие идеологии Фашизм – это идеология И откуда это словечко-то взяли? Ну, давайте мы сначала посмотрим Репортаж, который сняли наши соратники От имени русских новостей Вот просто взгляд со стороны Что мог увидеть включенный наблюдатель Не так уж и много Но, тем не менее, вы увидите Человеческие типажи Вы увидите общую обстановку Здравствуйте! Мы сейчас находимся на площади Где должен состояться Такой народный, можно сказать, сход Который вот мы сейчас будем видеть Что будет происходить дальше Давайте смотреть Уважаемые красоты Убедите нам Блоку здравоохранения Сиди тут кадром Еще раз здравствуйте Я напоминаю, что мы находимся на площади Недалеко от трех вокзалов Где должно было состояться мероприятие Народный такой сход Который, как мы видим, сотрудники полиции Правда, в мирно пока Мирно, но все-таки рассеивают И заставляют всех разойтись Сергей Алексеевич Скажите, что здесь происходит? Происходит Попытка была митинга Но его, поскольку Поскольку его не согласовали Значит, стихийно Кое-кто собрались Ну, короче Похватали Фили на рох Взяли Еще несколько человек Невинных Совершенно Похватали Причем в очень грубой форме Руки заламывали И так далее Ну, сейчас я попросился У старшего Говорю Дайте задержанных Сфотографирую хотя бы Но они не разрешают Естественно Ну, вот так Сейчас люди пошли возлагать цветы К вечному огню Вот как раз мы с вами видим Что происходит В основном Сотрудники полиции Которые, как говорится Пытаются рассеять толпу По разным Углам А основная толпа Как сказал только что Сергей Алексеевич Направляется К возложению цветов Давайте смотреть Заставляют разойтись Можно посмотреть Добрый день Я бы хотел почитать Вам юмористические стихи У вас большая аудитория Ну что же А сейчас мы видим Практически продолжение Ситуации Как вы видите Людей даже Дальше не дают Пройти Не пускают Милиция Как видите Полиция перекрывается И даже мирному шествию Уже Нет никакой возможности Пройтись по улице Возникает даже вопрос Для чего это делать Ну шли бы люди спокойно Тем более что они решили Идти к вечному огню Разложить цветы День памяти и скорби Кому они мешают Непонятно Дело в том что мы не обязаны Просить разрешения Мы обязаны уведомить власть О митинге Мы уведомили Нам никаких возражений не было Поэтому митинг считается разрешенным А фашистский режим Ну я не знаю Ну дай бог Чтоб он закончился В 21 году Когда исполнится 300 лет правления сатаны Правление Начиная с проволошения Российской империи Сатаной Уже Петром Полицейские Это те же полицейские Практически Которые были в то время Когда были полицаи Поэтому их предназначение Для того чтобы разгонять народ Вдовой народ А мы против этого Мы сейчас хотим Пройти и посмотреть Что из этого Какие выводы сделать А дальше если они будут Чинить какие-то препятствия Мы будем создавать свою милицию Которая была наша родная милиция Милые лица Вот что происходит Сейчас мы видим Что называется Комму Их перед Иначе идти не дают Заставляют отойти Своимые граждане Убедительное место Разойти Все публичные мероприятия Запрещены Извинить указов Поводом Значит и после того Как они запретили Мы специально не вступали В никакие столкновения С полицией Они просто Начали выдергивать людей Когда просто Шли по улице Точно так же Как и вам сейчас Запрещают Пройти по улице Просто так Вы идете Никому не мешаете Вы не Декларируете Никакие лозунги Вы без Символики Идете И это очень показательно То что они просто Боятся того Чтобы люди прошли Нас взяли На основании того Что Ну во всяком случае Как они Кричали в мегафон Что мы Не соблюдаем Социальную дистанцию Обратите внимание Вот в эту Кутузку Нас набили Как селедок В бочку Значит Ни о какой Социальной дистанции Здесь речи Просто не идет Потому что все Что они говорят Это ложь Наглая Подлая Циничная Ложь Ложь Захватчиков Которые Захватили Захватили Власть И узурпируют Ее Узурпируют До бесконечности А все Что они хотят Это грабить И сохранять Свои награбленные А мы Им абсолютно Не нужны Мы Граждане России Мы Те Которые Являемся По конституции Мы народ Тот Субъект Который По конституции Являемся Единственным Источником Власти Значит Вот как Они с нами Просто Поступают Значит Все Вот эти Вот Которые Кричат Что они Патриоты На самом деле Они шестерки Запада Они И есть Пятая колонна Вот эта Вонючая Мерзкая Пятая колонна Которая Грабит Нашу Родину Грабит Каждого Из нас А сейчас Они Собираются Вводить Принудительную Чипизацию Принудительную Вакцинацию Они Могут Называть Это Как Угодно Но Именно В таком Виде Все И будет Происходить Добровольно Просто Они Перестанут Пускать Наших Детей В школы Если Они Захотят Туда Пойти Без Принудительной Вакцинации А то Так называемого Коронавируса Это Все Что Могут Это Прийти И начать Долбить Дубинкой По башке Потому что Ни на что Позитивное Они Не способны Не способны Ни власти Ни вот эти Ребята Которые Абсолютно Ничего не понимают Зато Заточены Только на то Чтобы Долбить Дубинками Выхватывайте Столб Уважаемые Граждане Убедительная Просьба Разойтись Ваши акции Не согласовываются Это весь их Патриотизм Соблюдать Сохранить Награбленное Поэтому Они называют Себя Патриотами Прикрываясь Эти Для того Чтобы просто Продолжать Грабить И сохранять Награбленное Да Да Смотрите Вы Мальчишки Вот 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 Видите Мальчишки Которые Затем Слупыми Приказами Симпатичные Лица Но Абсолютно Убедительная Приказа Абсолютно Не забудут Уважаемые Ваши акции Не согласованы Да Уважаемые Граждане Не забывайте Порядок Девятый Проход на Тракет Не могу Кроме того Что нет Руководителей Нет лидеров Которые Нас приглашали Звали Я никого Не вижу А их уже Забрали А их задержали Не знаю Идет Развал Страны Которые Был задуман Еще давным Давно Планировалось Разделить Союз СССР На 52 Корликовые Государства Еще в 85 Году Гарвардский Проект И сокращение Народонаселения России До 15 Миллионов Что говорила О чем говорила Маргарет Тэтчер И Мадлен Олбрейд У меня нет Предложений Народу Нужно Сплотиться Как во времена Великой Отечественной Войны Придумали Какой-то Вирус Совершенно Мне лично Вот очевидно Вот как человеку Я не читала Там какие-то Не смотрела Фильмы О Загоровах Я просто Смотрела За всеми И у меня Явно Складывалось Впечатление Что это Это неестественный Процесс Какой-то Вообще Все задумано Весь мир Как по команде Все действует По датам Уже все расписано Как сегодня Это ограничиваем И еще в одной стране В это же время Ограничивается Тут открыли Какую-то возможность И там тоже Открыли Как-то все Не хочет Подчиняться власти Начинаются Новые задержания За что за нами За что вас забрали За что забрали Не хотели Выложить цветы К могиле Неизвестного солдата Нас стали выдергивать На улице Они боятся Любых акций Вообще Это трусы И предатель И умные Сатанисты Долой от власти Сатанисты Долой от власти Они трусы И подонки Идите Идите Возложите венки На могилу Неизвестного солдата Фашистский режим Просто корежит От этого Кирилл Куда вас везут? Они подонки Они продали Память наших дедов И предков наших Продали они Ради этого Гауляйтера Который хочет Вечно сохранить Свою вонючую власть Россия без Путина 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 Кто творите против кого-то И народ-то Все равно Путык Отец Мать Машин Скажет Что Попад А сейчас мы видим самую кульминацию, я считаю, это просто кульминацией дня сегодняшнего. День памяти и скорби. Люди не могут поклониться и отдать дань погибшим в Великой Отечественной войне. Но вот глядя на это, беспредел фашисты, это вот еще раз напоминает, что наши предки, отцы, деды проливали кровь, умирали, жалея жизни. Для того, чтобы опять это все мы видели. Позор, позор нации. Когда я просмотрел эти материалы, мне показалось, что это как будто взгляд из окопа. То есть не видно ничего. Как не видно одинокому бойцу, который не видит ни соседа слева, ни соседа справа. Нет единства. Нет единства. Поэтому и народ сидит дома. Он не един. А те, кто выходят вроде бы как с единой целью, имеют абсолютно разное и в основном, ну процентов на 90, антинациональное мировоззрение. Какой-то дефицит слов у людей. Вот слово фашизм они используют во всех направлениях. Кому как вздумается. Фашизм здесь, конечно, совершенно ни при чем. И сталинская пропаганда использовала это слово просто для того, чтобы не называть своими именами то, что происходило. Национал-социалистов. Война социалистов-сталинистов и социалистов-гитлеристов. Это что-то такое странное. Между социализмами должно быть единство. Поэтому придумали фашизм. Причем здесь фашизм. Какое отношение имеет фашизм к германской армии, которую называли пропагандисты времен войны немецко-фашистскими войсками. Не существовало таких в природе. И сейчас этот дефицит слов повторяется. Тогда он был объясним политическими интересами правящей группировки, которая вот так наводила тень на плетение. Теперь с чем вы выходите? Если у вас неправильные слова, то у вас и мысли неправильные. Значит, абсолютно дезориентированные люди, политически активные, которые хотели выразить свое отношение к нынешнему путинскому оккупационному режиму, не знают правильных слов, не имеют правильных мыслей, значит, и правильно действовать не могут. Очень интересно, что дефицит слов и у полиции, вместо того, чтобы ссылаться на закон, режим самоизоляции, откуда он взялся, цитировать нормы закона, они талдычили одно и то же микрофон, разойдитесь согласно указу Собянина. Да плевать мы хотели на указ Собянина и на самого Собянина. Собянин никто и звать его никак. Поэтому, когда ссылаются на Собянина, что нас провоцирует подойти в морду дать за то, чтобы вот это Мурлов в полицейской форме заткнулось. Ну, рано или поздно это начнет происходить, если вы не можете ссылаться на законы, на какие-то разумные обстоятельства. Если вы не видите перед собой граждан, то мы в вас не видим никаких правоохранителей. Но это я говорю не от имени тех, кто собрался, потому что я с ними тоже не имею ничего общего. Они враждебны русской национальной государственности. Вы видите в репортажах городские сумасшедшие это многократно подтвердили. И вся символика, которая у них есть, она именно такова. Она не русская. Вот на даче от стенокосилок скрыться совершенно невозможно. Они работают всегда. То есть вообще нет такого момента, когда бы стенокосилки бы не работали. Только начинаешь снимать, тут же у тебя под боком вот этот грохот наступает. Поэтому свой комментарий я на сегодня завершаю. 22 июня. Продолжение оккупации России. Сопротивления отсутствует. То, что хочет быть сопротивлением, является совершенно неприемлемым. Давайте стараться в глупых концертах не участвовать. Если вы занялись политикой, то вам надо заниматься прежде всего организацией и пропагандой. Организацией для того, чтобы люди не превращались в сброд. И все-таки, чтобы у них была единая общая цель, которая провозглашалась бы не в виде долой фашистов, фашисты долой и так далее. И чтобы не повторялись глупости, которых уже и без того слишком много. Слава Руси! Господи, спасибо!